Всего один сундук, но приключений выше крыши. Таинственный сундук прямо в жопе мира. Интересно, что будет, если я его открою? Правильно, меня попытаются убить. Что касается лута, ничего интересного. Не считая вот этого террариума. Похоже на какую-то декорацию. Но за этим террариумом скрывается нечто большее. Да, целый босс. И чтобы не сдохнуть, прихвати вот такой комплектик. Да, выглядит немного дороговато, но можно заменить вот таким. Время ночи нужно дотронуться до террариума. Он взлетит, почует, что настало время судной ночи. И взорвется ярким пламенем. Ты чувствуешь чье-то злобное внимание. Глаз в тупо обратил свой взор на тебя. А вот и наш дружочек. Желательно его начинать гасить сразу, пока он не загасил тебя. Вот такими неприятными движениями. В начале даже, думаю, трость не понадобится. Гаси его отморозков, которые он только что родил. И все нормально. Главное его не бояться. Это как с пауками. Выглядит страшно, но на деле милаха еще та. Поначалу имеет всего лишь одну атаку, от которой очень легко увернуться. Ну и порождает своих... Ага. Ну теперь у него новая атака. Тоже одна. Вот тут уже нужна трость. Что касается его отпрысков, лучше уничтожать заранее, чтобы они потом тебе не мешали. Так. Судная ночь закончилась. Так как его сетчатка не очень хорошо воспринимает дневной свет, он пропал. До следующей ночи. Давай, красавчик, выходи из своего террариума. Я с тобой еще не закончил. Вернется точно таким же накоцанным, как и ушел. В таком виде он уже немного жуткий, согласен. Но по-прежнему завалить очень легко, да? Главное не втыкать. У него всего лишь на 5000 хп. Даже у лоси-гуся будет побольше. Вот и все. Прощай, мой милый глазик. Если и не отвлекаться, то можно убить и без урона. Что с него падает? Много чего. Эскиз. Естественно, нужен для того, чтобы создать суперкрутую статую. Ну разве не красота? Такой перед друзьями можно неплохо так выпендриться. Окей, что насчет вот этой штучки? Похоже на крутейшую декоративную маску. Но нет. Это броня. По сути такая же, как и обычный шлем. Разве что ее можно покормить. Вот этой штучкой. Она тоже выпала из глаза. Даже не хочу знать, что это такое. Эту массу можно использовать в деликантной мишленовской кухне. Или сделать из нее питомца. Да, еще яичница понадобится. Разве не прелесть? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Можно было подумать, что на этом все. Ловушка обезврежена. Террариум опустошен. Но нет. Через 20 дней в нем снова появится дерево. И можно будет снова призвать огромный глаз. Но зачем с ним снова сражаться, когда можно отравить террариум топливом ужаса? Теперь внутри не красивое деревце из террарии. А сгнившее из кремзоны. А из отравленного деревца выйдет кое-что куда мощнее. Ой, как бы я хотел тебя убить за твои стоны. Ешь. На этот раз рекомендую взять побольше брони. Вот-вот произойдет майя. Красный луч света. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он зовет их. Зовет сразу два глаза. Мутировавших. Мутировавшие братья. Их лучше тоже сразу начинать атаковать. Они все сделаны из железа. И ничего хорошего от них не будет. Когда их сразу два, проблема может возникнуть чуть-чуть побольше. Именно поэтому и нужно иметь побольше брони. А у обоих суммарно по 10 тысяч хп. Еще лучше, не правда ли? Я бы сказал, что тут без друга не обойтись. Потому что же нужно кому-то вот этих вот маленьких человечков уничтожать. Если это все делать одному, то это может очень-очень-очень сильно затянуться. Потому что они их откладывают ежесекундно. Тактика аккуратного мне не нравится. Поэтому прибегнем к мраморной броне и туалецитовой короне. Так все куда более практичнее, но чуть-чуть погрязнее. Согласен. Да и уворачиваться с праморной броней от основных атак тоже очень легко. А вот от этих песючих глаз к вену вернешься. Хорошо, более профессионально и тихо я довел его до второй стадии. А нет, у них общая хп на двоих. Теперь они оба злые. Но тот что-то это... Больше не хочет со мной разговаривать, обиделся. А ударить ему что-то вообще не получается. Только он у меня бьет. Чем-то мне напоминает эту черепаху из Горджа. Нужно постоянно успевать уворачиваться, пока она тебе не надавала вещей. А вы идите в жопу вам. Понятно, как же вы меня вписите. Новая тактика. Поспите, ребята, поспите. Кстати, это гениально. Спите, пока я ваших детей утопаю. Выплюснуть вот такую усыпляющую штучку. И ждать, пока они сами в нее залетят. Разве не гениально? Опа, даже не дошел до меня и уже заснул. А вот это радость. Правда, это немного невыгодная тактика. Убийство этих дурачков с помощью катапульты. О, умер? Нет, не умер, кажется. Не, ну как заменители друзей, конечно, катапульты могут служить. Главное, не давать их в обиду. А, даже так. Спасибо, катапульта. Небольшое дополнение. Не советую тратить на это слишком много времени. Ибо через пять ночей деревце пропадет. С твоими результатами. Какие же приятные бонусы на этот раз. Стата, которую можно хвастаться всем подряд. Это те глаза терминатора, а не какой-то кусок органики. Ну и второе. Щит. Как щит он работать не будет, зато как оружие идеально. Наносит 51 урон и бьет достаточно быстро. Вон, раз, 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 раз. И всех уже убил. Преимущество в том, что у него большая скорость атаки. А недостаток в том, что он быстро голодает. В каком смысле голодает? В прямом. Чем его покормить? Гнилью. Оружие для всех.